В преддверии Дня защитника Отечества 23 февраля мы предложили вашей школе повзаимодействовать, получили положительный отклик, чему мы очень рады, и в пятой параллели классов прошел конкурс во славу Отечеству. В помещении общественной палаты округа сегодня людно. На большом столе разложены рисунки участников конкурса. Ребята с нетерпением ждут награждения. Наши дети очень творческие, поэтому мы дали клич пятым классам. Они очень хорошо откликнулись и выставили свои работы. Мне приятно, что они будут иметь памятные подарки за свой творческий труд. И самое главное, что они встретятся с сотрудниками полиции и смогут сами подарить свои работы. Действительно, открытки планируется подарить сотрудникам Управления МВД России по Ленинскому округу. Заседание жюри прошло накануне и вызвало жаркие споры. Работы очень красивые, содержательные, наполненные патриотизмом. Об этом, соответственно, мы долго дискутировали вчера при работе нашего жюри. И, соответственно, по открытой системе подсчета баллов, быстренько ее разработали, приняли. Выбрали первые три призовых места. И четвертый приз как утешительный, потому что там действительно был очень небольшой разрыв между третьим и следующим местом. 22 ученика 11-й видновской школы приняли участие в конкурсе на создание праздничной открытки. Ребята старались не зря. Победители получили полезные призы. С коллегами из полиции мы долго совещались и думали, какие подарки вам выбрать. Такие, чтобы они были и современными, и по возрастам. И, естественно, как говорится, наш выбор остановился на Яндекс.Станциях и их вариациях. Таким образом, умные колонки с голосовым помощником Алисой теперь появятся в домах у четырех ребят. Ученик пятого В-класса Павел Пенягин признался, что не рассчитывал на первый приз. Думал, что есть шансы на успех, но я не думал, что займу именно первое место. Я надеялся на третье или на второе место. Сам мечтаешь пойти в армию? Сам, да, сам хочу. А в каких войсках Осен-Сикрин? Еще не знаю. Представитель управления МВД России по Ленинскому округу, выступая перед ребятами, поблагодарил их за работу и творческий подход к изготовлению открыток. Все ваши рисунки, которые решили нам их подарить, мы их вручим ветеранам органов внутренних дел. С сегодняшнего дня мы начинаем объезжать всех ветеранов и поздравлять. И каждый рисунок найдет своего, скажем так, последующего хозяина, владельца. Им будет очень приятно. Общественная палата совместно с Общественным советом при управлении МВД России по Ленинскому округу уже готовит очередные акции, в которых ученики школ вновь смогут проявить себя. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Максим Козлов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.